добрый день дорогие друзья данный эфир как я и обозначил в предыдущем я хотел бы посвятить текущей ситуации глобально восточной европе чтобы понимать те ожидаемые развития которые существуют на текущий момент ясное понимание обстоятельств сегодняшнего дня могут дать понимание завтрашнего будем говорить об украине главном пункте сопряжение сил восточной европе будем говорить о восточной европе о ситуации в мире так как нельзя отрывочно и в отрыве от глобальной геополитической повестки рассматривать ситуацию в украине сегодня важный день день матери это день не о том что необходимо любить матерей этот день был задуман в 1908 году по памяти для того чтобы усилить влияние женщин вовлечение женщин в процессы управления государствами в процессы управления гражданским обществом если мужчины не способны исходя из своих гендерных ограничений строить мир где люди постоянно не будут гибнуть во имя придуманных идеалов и настоящих идеалов то безусловно что надежда на то что в 21 веке все больше и больше женщин будет вовлекаться в мировую политику я сам в это верю так как считаю что необходимо усиливать влияние и количественное участие женщины в мировой политике это исключительно важно мы видим что мужчины не справляются пока политика которую проводят мужчины постоянно приводит к смерти постоянно приводит к конфликтам необходимо данную политику разбавлять только активностью и большим количеством женщин в политике во влиянии на глобальные процессы можно менять данные тенденции это объективная реальность и данная реальность должна усиливаться поэтому сегодня день матери не в привычном вам аспекте когда мы все думаем о матерях у кого они живы у кого они умерли как у меня а этот день когда необходимо думать о том что этот мир слишком мужской касательно аспектов управления и этот мир нуждается в трансформации и только увеличение количества женщин которые больше беспокоятся о тех кого они родили так как тяжелее проходит этот путь чем мужчины однозначно увеличение количества умных и думающих женщин является наиболее важным фактором при этом так как это день матери я хотел бы сказать что мы все должны быть благодарны нашим матерям за рождение и за то что они сделали нас теми кем мы есть а все наши ошибки неудачи в том числе связаны с тем что мы не всегда их слушали и не всегда старались быть такими хорошими как это в нас закладывалось в большинстве случаев большинстве случаев об этом надо помнить и из этого нужно исходить чем характеризуется текущая ситуация ситуация на севере харьковской области оценивается ведущими военными аналитиками как тяжелая может ли она не быть тяжелой нет не может давление на минимальную десяти километровую зону когда там сконцентрирована армия от пятидесяти до семидесяти тысяч не может быть не тяжелый вне зависимости от хорошего либо плохого уровня обороны так просто не бывает это слишком маленькая зона приложение усилий противника для того чтобы там было хорошо и спокойно именно поэтому исключительно важно что производится массовая эвакуация жителей которые знают все прелести оккупации именно поэтому безусловно жителей надо спасать и это и происходит сейчас не бывает так что в такой узкой полоске все настолько прекрасно что идут бои а люди продолжают жить обычной жизнью вот этим объясняется безусловно в первую очередь тяжелая ситуация и какого бы уровня не были укрепления какого уровня не было построенной оборона без глобального превосходства над противником в численности личного состава в технике количестве вооружений в качестве техники количестве боеприпасов спокойной жизни на такой маленьком кусочке на котором сейчас тут бои быть не может а сил на сегодняшний день которые могли бы откинуть данные войска и наоборот перейти на территорию противника объективно также в этом районе не может быть с учетом глобальное в наступление россии которая на продавливая эшелонированно ведет на разных направлениях поэтому та ситуация которая есть сейчас к сожалению является объективной реальностью когда данная ситуация будет исправляться увеличением поставок техники которая происходит увеличением количества боеприпасов которые происходят и самое главное в этой ситуации спасать может только качество данной техники которая будет превосходить те возможности которые есть в россии над этим сейчас работают партнеры это если говорить о реалиях если говорить о человеке в данной ситуации о чем бы я хотел поговорить у человека всегда есть выбор представим что вы находитесь в безвыходной ситуации из которой действительно нет выхода как лучше пройти этот путь либо сдаться опустить руки либо не сдаваться так вот среди тех кто сдается опускает руки по статистике в ситуации которая старается которая является безвыходной практически никогда не выживает никто но среди тех в такой же ситуации а я приведу конкретные примеры которая считается безвыходной но человек борется не поддается панике и действует спасается очень высокий процент по необъясним для логики обстоятельств я неоднократно наблюдал ситуации когда человек находясь в критической ситуации не сдается действуя вопреки даже когда нет необходимой храбрости даже когда нет необходимой решимости необходимо действовать так как от тебя не ждут в рамках логических действий по выживания вот это является самым важным и глобальным ответом на те вопросы которые возникают но нет истории успеха основанной на следующих фактах когда тебя стремятся внести ввести в состояние паники когда тебя стремятся дезорганизировать как личность никогда еще когда ты следуешь данному тренду и дезорганизуешься начинаешь паниковать или сдаваться никогда еще успех не приходил в такой ситуации только противоположное чем то что закладывается в матрицу действий которые ждут от тебя касательно оценок тех или иных действий глобальные международные маркеры и сигналы которые посылаются являются важной системой оценок необходимо понимать если мы берем разрез ситуации войны с украиной что поддержка оказывается украине многофункциональные и во многих областях в которых не участвует количество техники и боеприпасов но уровни войны являются не только не менее серьезными но могу могут привести к большим поражением чем поражение на поле боя совершенно недавно раскрыты покушения на президента украины зеленского безусловно что подобная информация не только отслеживается странами партнерами но и информируется соответствующие органы в украине и именно благодаря глобальной поддержке западного развед сообщества и эффективных механизмов по укреплению национальной безопасности украины удается достигать таких выдающихся украинским спецслужбам результатов и данные результаты выдающиеся любое уничтожение вертикали управления воюющей стране которая по своим ресурсам уступает стране агрессору приводит к однозначного поражения и поэтому та битва которая ведется системами безопасности украины является не только не менее важной а максимально важный в разрезе войны и те глупые люди исключительно глупые вне зависимости от того как вы относитесь кому-либо из украинского руководства относитесь к институтам руководство во время войны это институт это не личность вне зависимости от личностных характеристик и уничтожение данного института дорогие неумные друзья может привести к обрушению системы обороны и самые хорошие прекрасные парни которые в любой стране и украине воюют за страну без управления без координации с дезорганизацией систем управления открою вам большой секрет военного стратегического планирования погибнут безусловно и очень быстро в рамках организованной психологической атаки и паники потому что одно это информационные игры в медиа эфирах совершенно один разрез ситуации и совершенно другое это ведение информационной войны и использование инструментов информационной войны то есть есть инфантильные отношения вот представьте вы послушали очень много правдивых качественных новостей в которых ситуация подвергается обоснованной критике почему нет снарядов почему плохо организована система укреплений почему внутри происходят акты которые не способствуют эффективному управлению куда вы дальше с этим пойдете какой и кому сможете это в кавычках продать на что вы можете повлиять тут есть два обстоятельства либо нейтральные отношения к данным новостям и активность в рамках гражданского общества чтобы менять данную ситуацию либо вы начинаете действовать как инструмент врага и становитесь деструкцией и уничтожайте из благих намерений уничтожайте тот баланс сопротивление которое существует а вот это уже про правду вот так оно неприятно и некрасиво работает когда хочется очень много красивой но совершенно ненужной в практическом применении в рамках жизненной угрозы стране и государству правды правды очень много поверьте вам и я говорю об обычных зрителях вы даже не можете представить что правда которая в различные периоды жизни слушал за один месяц недоступна вам за всю жизнь большинству вы думаете осознание этой правды помогает исправить ситуацию об этой правде можно догадаться эмпирическими методами используя контент анализ но изменять ситуацию могут только ваши действия по укреплению себя и укреплению окружающей среды по правильному действию в рамках вашего функционала если вы сержант привожу вам пример и знаете об обычном ошибочных действиях командира дивизии вы можете только использовать две опции два варианта действий либо не действовать как сержант и провалить оборону на уровне отделения либо действовать эффективно в рамках всеобщей эффективности и улучшить ситуацию нет и не существует других опций есть третья опция третья общая опция когда вы начинаете не просто не действовать так как вы должны действовать или действовать эффективно а вы начинаете действовать во вред той системы за которую вы боретесь против за систему которая вас лично хочет уничтожить да это работает так это непопулярно это не обвернешь красивую обертку но вот такая система реализации военно-стратегического планирования как своей так и военно-стратегического планирования противника так это работает касательно отношения между странами так это работает касательно внутренней политики и реализации внешней политики не существует другой политики кроме политики цинизма и только в рамках политики цинизма построением правильных взаимосвязей создаются в этом глобальном море острова стабильности где данный цинизм управляем он не истребим исходя из человеческой природы и сама конструкта социальных систем и если вы желая успокоить море пытаетесь потопить острова за которые вы держитесь то данный путь не приведет просто никакому результату но держаться будет не за что и вся та правда о красивой правдивой информации и распространение является всего лишь циничным инструментом по уничтожению вас со стороны противника все о чем я говорю касательно информационной войны очень правильно и хорошо должно работать в период мира к сожалению в период войны любые самые позитивные самые идеальные действия которые направлены на исправление системы гражданским обществом когда эти действия являются дискоординации никогда это является общественным давлением это разные вещи общественное давление нужно каждый день и всегда но когда они являются действием дискоординации вы вступаете просто в роль военных инструментов противника никто ничего противного не придумал сказанному мной и доказать никогда не сможет к сожалению это работает так и к сожалению это выгодно тем силам которые во время войны в любой стране занимаются противоправной деятельностью вот вот так создана данная система и так она функционирует усиливая жесткость ребер сопротивления жесткость контроля над процессами постоянное общественное давление это хорошо когда вы начинаете находясь в лагере которые хотят уничтожить а борется ведь системы дорогие друзья уничтожить свою систему чтобы сделать ее лучше вы просто скорее проиграете где бы вы не находились в какой-либо стране вы не находились в какой-либо регионе это совершенно не важно где вы находитесь вот это важное что я стараюсь рассказать и донести есть правила и механизмы которые невозможно изменить благими намерениями либо желаниями что-то исправить здесь и сейчас в конкретном маленьком сегменте исправляя в маленьком сегменте задумайтесь вы не исправляете глобальную картину но этот маленький сегмент становится брешью устранять необходимы причины не следствие постоянная борьба со следствиями является бесконечным процессом спасение лодки с пробитым дном когда вы стаканом пытаетесь вычерпать воду и не тратите время на спасение глобально тех кто находится в лодке и себя и сохраняя ее плавучесть необходимо холодным взглядом смотреть на эту лодку и находиться во вне ее держа ее и поддерживая эту плавучесть но не увеличивая эту тяжесть находясь в этой лодке это тоже очень важно понимать понимать как действуют механизмы принятия решений их реализации вас все время толкают на борьбу со следствиями и никому не хочется посмотреть на причины только устраняя причины возможно побеждать когда у вас что-либо болит есть два способа борьбы с данным решением диагностировать причину боли и устранить ее либо постоянно принимать болеутоляющие игра в правду и в истерическую правду является приемом болеутоляющих которые не решают никогда глобальные проблемы и это правда войны намного больше чем правда мира и это то на что всегда чему уделяет внимание маломальский подготовленный аналитик в сфере конфликтологии военной стратегии войны и любых других сфер связанных с безопасностью и каждый из вас может смотреть и находить корень проблемы и только тогда можно говорить и думать о решениях но бороться со следствиями это бесконечный глупый никому не нужный процесс вот это та тематика для сегодняшнего дня я просил бы вас подписаться на мой канал я благодарен всем подписчикам за то что их количество достаточно быстро растет мой канал является каналом профессиональной аналитики мой канал не является политическим и не будет являться но мой канал всегда будет работать для того чтобы рассказывать объективную реальность описывать объективную реальность вас же я попрошу дорогие друзья максимально комментировать эфиры ставить лайки и присоединяться к большой семье подписчиков канала еще раз всем большое спасибо жду ваших подписок комментариев и лайков сегодняшний воскресный эфир я буду завершать до новых встреч на следующий раз я боюсь добрый в VOC в сомнере я беру будем Продолжение следует...